Игорь, Родный Своей Сегодняшний радостный день, ибо мы получили благовестие от самого Господа, который сказал, что придет время, когда семя жены сотрет главу змея. Сидевого чрева приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Иисус. Мы сегодня приблизились к этому величайшему празднику, событию, начала нашего с вами спасения. Ибо в трех порях Рождества Божьей Матери, введение в Храм Пресвятой Богородицы, говорится о тех событиях, к которым мы сегодня являемся с вами сопричастниками, к которым мы прикасаемся и живем надеждой на великую радость пришествия в мир Христа Спасителя. Время пребывания в Иерусалимском храме Божьей Матери заканчивалось. По разным причинам Пречистая Дева не смогла быть в Иерусалимском храме, ее нужно было кому-то определить. На связи с тем, что родителей не было, и Кима и Анны, Синедрион, то есть духовные руководители, собрались и предопределили особым образом благодатью Святого Духа поручить воспитание и хранение Пречистой Девы Иосифу Обручнику. Мы знаем из истории, что жест Иосифа Обручника во святая святых зацвел за ночь. Поэтому и было особое благоволение Божие к этому святому старцу. Сказано в Акафисте, что прежде, нежели Дева Мария пришла в дом Иосифа Обручника, она уже имела Духа Святаго в своей утробе. Но мы знаем, что Дева Мария пришла на источник брать воду для потреб дома. Ей явился Ангел Господень. И сказал благою весть от Отца Небесного, что пришло время спасения рода человеческого. Дева Мария засмущалась. Она спросила, как это будет, если я не знаю мужа. На что Архангел Господень сказал, найдет на тебя Дух Святый и силы Всевышнего синитя. Но этого было еще недостаточно для того, чтобы произошло это великое таинство. Господь не спасает человека без человека. И Архангел как бы ждет, говорят Святые Отцы, от Девы Марии согласие. И она говорит, да будет мне по слову твоему. То есть, да будет мне по слову того, который послал тебя, чтобы ты мне это возвестил. И ты говоришь не свои слова, ты говоришь слова самого Отца Небесного, который избирает меня быть матерью его божественного сына. И она дает согласие. В то время Дух Святый нашел на Пречистую Деву, и она зачала в своей утробе Бога-человека. Не человека, а Бога-человека. Если бы был лишь только человек, он бы назывался Христом, но не произошло бы спасения рода человеческого. Василий Великий говорит, невзирая на то, что Иисус Христос был в утробе матери, был младенцем, он не переставал быть Богом. Пречистая Дева Мария получила благою весть, и Архангел Гавриил еще подтвердил то, что ее южика, то есть тетя, которая должна родить Иоанна Предтечу, стать матерью великого пророка, которая считалась бесплодной, она уже имеет в своей утробе месяцев 6 сказано, 5-6 таилась от того, что произошло, потому что многие не поняли бы, как, может быть, кто-то засомневался бы. Сегодня-то точно было бы много сомнений, но тогда это было весть благая и спасительная. И она пришла в дом Захарии, где сегодня находится монастырь наш, Орнинский, где праведная Елисавета встретила впервые, назвала Деву Марию матерью Бога моего. Кирилл, патриарх Александрийский, живя в 5-м столетии, говорит о том прямо, что Пречистая Дева родила не просто человека, родила Бога, поэтому Он ее именует Богородицей. С того времени, дорогие братья и сестры, мы имеем великую радость и возможность нашего с вами спасения. Все зависит от нас с вами. Святые отцы говорят, когда Сатана увидел Гавриила, шедшего с небес в Назарет, он хотел разнести дом, потому что он знал, что он теряет свою силу. Тот дом, в котором происходит, это историческое, это величайшее событие спасения рода всего человеческого. Господь совершил так, что враг не мог приблизиться к этому дому и не мог слышать слов, которые сказал Гавриил, потому что он бы всячески старался, и он старался принести неприятности Деве Марии Иосифу обручнику. Он через других людей клеветал разными способами, но Господь крепость людям своим даст. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, убозь и спаси им, сказала Пречистая Дева, а здесь с вами, и никто же на вы». Поэтому, дорогие братья и сестры, те люди, которые желают спасения, они всегда будут иметь помощь свыше. Поэтому враг рода человеческого с тех времен бросал девиц на грех блуда. Старался всячески искусить, потому что он слышал, что Дева приимет в очрево и родит Сына, который спасет человеческий род, которому будет дано имя Иисус, то есть Спаситель мира. До сегодняшнего дня враг рода человеческого действует этим старым ремеслом блуда, искушая многих, ввергая в огненную гиену, в реку огненную, чтобы они спаслись. Благовещение нам открывает понимание всех событий спасения рода человеческого, потому что через Благовещение Архангела Гавриила Господь переменяет те страшные слова, которые были сказаны, что и земля возрастит тернии и волчцы, что в болезнях, страданиях они хоть есть, но мы сегодня имеем надежду, что придет время, и все это закончится. И только лишь с верой в Господа нашего Иисуса Христа. Терпением всех испытаний, которые мы сами на себя навлекли, как сказали иудеи, кровь его на нас и на детях наших, это безумное веление родителей, часто приносят детям великую беду и горе, потому что родители часто не беспокоятся в неверии за своих чад. Они всячески стараются с материальной стороны, но не заботясь о душе своих чад, не заботясь о своей памяти, потому что память таких людей в род и род или хорошая, или плохая. Мы с вами слышим в Евангелии, когда одна из женщин-грешниц пришла и помазала ноги Христу Спасителю миром и своими волосами отерла ноги Спасителя. Он сказал, где не будет проповедной Евангелии во всем мире, будут говорить о ее добрых делах. Мы видим, за то, что она приготовила тело Христа Спасителя к погребению, за такую величайшую милость. Господь дарует вечную память, дарует блаженство, дарует жизнь вместе с Ним. Те люди, которые стараются жить по Евангелии, те люди, которые служат Церкви Святой, служат ближнему, они имеют тоже награду от Бога. Их Христос Спаситель мира называет своими друзьями. Господь укоряет тех, и говорит, лучше бы было привязать мельничный камень и бросить морскую пучину, те, которые приносят соблазн людям. И как он величает? Если ты привел ко Христу, к Богу, единого грешника, кающегося, ты покрыл множество своих грехов. Ты наречешься миротворцем, ты наречешься Сыном Божиим, ты станешь наследником Царства Небесного. Насколько Богу приятно, когда мы вытаскиваем человека с погибели смертельного греха и яда Аспиду и Василисков, который испускает дьявол рода человеческого. Поэтому праздник Благовещения — это торжество Вселенной, ибо через девять месяцев пройдет великое чудо. Божия Матерь родит в Богом вертепе, Спасителем мира, указывая на том, что Он приходит к нам, несчастным, грешным людям, которые сидящие во тьме и сене смертны. Лишь только исследуй Писание, и ты увидишь славу Божию, которая спасает тебя. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok